Всем огромный привет! Сегодня готовлю карамельный медовик. Медовик это такой торт, от которого мало кто откажется. Тут еще и медово-карамельные коржи. Собирать буду его в виде рулета, поэтому еще и необычная подача медового тортика. Итак, приступаем. Приготовим карамель. В кастрюлю кладем 150 грамм сливочного масла. Добавляем 200 грамм сахара, 2 столовые ложки меда. Ставим на огонь и доводим до кипения. Как только начнут появляться первые пузырьки, добавляем 1 чайную ложку соды и перемешиваем. Сразу убираем с огня. Масса начнет пениться, так и должно быть. Чтобы масса быстрее остыла, переливаем ее в миску. Остывшая масса встает карамельного цвета. Теперь вводим по одному 2 яйца. Добавляем муку, просеянную 320 грамм. Перемешиваем. Тесто готово. Разделим тесто на 2 части. Берем стандартный противень от духовки. Кладем половину теста и равномерно распределяем. Ставим противень в разогретую духовку и выпекаем при 200 градусах 7 минут. Главное, чтобы коржи не пересушить. Они должны быть мягкими. Следом выпекаем следующий корж. Приготовим крем. Смешаем 600 грамм сметаны. У меня жирностью 25% с 3 столовыми ложками сахарной пудры. Я добавляю еще немного лимонной кислоты, чтобы торт не был приторно-сладким. Крем не нужно взбивать, если готовите из магазина сметаны. Только перемешать венчиком. Иначе он станет жидким. Немного крема оставим для верха тортика. Крем готов. Корж пока горячий, сразу обрезаем края. И сразу смазываем кремом. Как только будет готов второй корж, обрезаем края и следом смазываем кремом. И сразу сворачиваем в рулет. Корж вначале будет немного ломаться, но дальше будет все хорошо. Получившийся рулет кладем на второй корж. И продолжаем сворачивать. По желанию можно смазать коржи кремом и оставить пропитаться, а затем свернуть. Теперь получившийся тортик заворачиваем в пищевую пленку и оставляем пропитаться на 4-5 часов в холодильнике. Теперь вынимаем из холодильника. Смазываем оставшимся кремом. Обрезки превращаем в крошку при помощи блендера. Вверх смазываем кремом и посыпаем крошкой. Торт готов. По желанию поливаем шоколадом. Возможно вы уже догадались. Рецептом такого теста для медовика я уже когда-то делилась на своем канале. Но там была другая сборка. Кстати, я по нему ежедневно получаю положительные отзывы. У многих он уже успел прижиться на кухне. Предлагаю попробовать приготовить и в таком формате. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Поделитесь в соцсетях и напишите в комментарии. Понравился ли вам рецепт и будете ли вы готовить. Хочу знать насколько полезен вам данный рецепт. И конечно же подписывайтесь на мой канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита. Кушайте вкусно и будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok